В августе 1492 года И в Индию вышли три коровена, возглавляемые Христофором Колумбой. Это путешествие длилось ровно два месяца и восемь дней. И вот на 69-й день, когда ночь 11 октября сменилась утром 12-го, вахтенный матрос коровелы Санта-Мария громко по-испански заорал. Земля! Слушай мою команду! Убрать паруса! Шлюпку на воду! Шлюпку на воду! Шлюпку на воду! Закричал командор по-испански. Из леса на неизнакомом языке послышал. До мной! Закричал командор по-испански. Закричал командор по-испански. Закричал командор по-испански. Здравствуйте. Здравствуйте. Хлебо дай малышу. Индусы. Нет, Батуно, это индейцы. Индусы в Индии. Но это же есть Индия. Нет, Индия. Нет, Геннационы. Это Америка. Нет, Индия. Вы только посмотрите на этого упрямца. Может, ты еще будешь учить нас? А сам-то ты кто? Я? Я Христофор Колумб. А вы? Кто вы такие? Мы? Мы ротинцы, уважаемый Батону Колумб. Это Романос. А это Маркос. Это Гатуника. Амар Дюм. И позвольте теперь представиться мне, Пикентий, ваш покорный слуга. Мы все четверо израчи. Израчи? Израчи. Колумб глубоко задумался. Вдруг лицо его просветлело, и он воскликнул. А-а-а-а! Вспомнил! Самые быстрые в мире! Продолжение следует... Субтитры в мире. Врача один из прекраснейших уголков Грузии. Она граничит с северной стороны. С большим Кавказским хребтом и со Сванетью, и Меретьей, и Юго-Осетии с трёх других сторон. Рача – горная страна. Есть верхняя и нижняя рача. Справедливое замечание. Рача, как всем известно, делится на верхнюю и нижнюю. Само определение ясно говорит, что в нижней раче горы гораздо ниже, чем в верхней. В этом легко убедиться. Достаточно внимательно посмотреть на рельеф. У вас есть возможность самим оценить этот край. К тому же врача – чистый воздух. А в наше время это немало. Кроме гор, в этом благодатном крае есть леса, в которых до сих пор не ступала нога человека. Реки с такой чистой водой, что в это даже трудно поверить. Есть там и горные ручьи, и водопады, и целебные источники. В одном только рачинцам не повезло. У них мало пахотной земли. Поэтому они испокон веку единственные из грузин отправлялись в другие земли, страны и даже континенты в поисках заработка. Так они раньше испанцев оказались в Америке. Из достоверных источников известно, что встретили они Колумба свежевыпеченным хлебом. Этот исторический факт был запечатлен на фотографии. Рачинцы – очень практичный народ. Правда, не настолько, чтобы, боже упаси, разбогатеть или прижиться на чужбине. Поэтому они давно покинули чужие страны. Живут сейчас в больших городах Грузии, тоскуя по раче. Если раньше рачинцы славились как хорошие повара, пекари, плотники, то сейчас среди них столько ученых, что они могли бы и открыть свою академию наук. 18 академиков, 74 профессора, 232 доктора наук, геологи, языковеды, агрономы, учителя, врачи, физики, химики, футболисты, математики, два пожарника. И один водитель скорой помощи. Правда, злые языки утверждают, что матерь у него была имелитинка. Пахуштый Батонишвили. Наш известный историк, картограф и географ. Жил в 18 веке. Посмотрим, что он пишет о рачинцах в своем многотонном исследовании о Грузии. Так, дошел. Рачинцы высокого роста. Они сильные, отважные и храбрые в бою. Выносливые. Поведение скверного. Женщины обаятельные, мягкие, скромные и добрые. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Рачинцы поют. Загадочная песня. В ней всего одна фраза. Церетели завещал нам. Церетели завещал нам. Церетели завещал нам. К этой песне мы у конце фильма еще вернемся. Возможно, нам удастся выяснить, что именно завещал рачинцам Церетели. Идемте дальше. Знакомьтесь, истинный представитель рачи. Выйдите, как он сидит. Тихо, спокойно, весь в своих мыслях. Так может сидеть только рачинец. Простите, можно вас побеспокоить? Скажите, если можно, о чем вы думаете? Семнадцать. Ага, ясно. Семнадцать? Большое спасибо. Чего семнадцать? Не помню. Надо спросить. Что это за магическая цифра семнадцать? Объясните, пожалуйста. Восемнадцать. Что? Что? Восемнадцать. Извините, я ошибся. Он не рачинец. Нет! Вот, сейчас перед вами настоящие рачинцы. Они отличаются своим спокойствием, созерцательностью, философским отношением к жизни. Наверное, их поэтому считают, как это не обидно, туго думами. И рассказывают о них нибелицей самого невероятного характера. Это было очень давно, лет триста назад. На площадь вывели приговоренных в казни. Кто рассмешит нашего гостя-рачинца, тому я сохраню жизнь. Мегрин! О, справедливый всемогущий царь! Я расскажу тебе один случай, который произошел со мной во время охоты в пустыне Африки. Это очень смешно. Да засмейся ты, ради бога! Неужели тебе трудно, болван? Да. О, справедливый все, ради бога! Да. Да. Африки, ради бога! Без бога! Да. 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 ИМЕРЕТИН 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 Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ты рассмешила, Маргус! Эй, история не грелся! Про охоту! И ещё встретимся! На эту тему существуют и современные анекдоты. Вот несколько из них. Ну, где? Эх, родственцы, чего ищете? Наш поезд. Какой поезд? Накутайся. Э, опоздали. 20 минут назад ушел. 20 минут назад ушел. Видишь, Бигенди? Если бы мы не бежали, могли бы я опоздать на целый час. Да. Когда прыгнешь, сосчитаешь до 10, тернешь кольцо, парашют раскроется. Понял? Что здесь непонятного? Считаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тернул кольцо, раскрылся. Понял? В самолет. Ну, пошли. Все помнишь? Да, да. Один. Тернул кольцо. Тернул кольцо. Да. КОНЕЦ И... десят Вот так КОНЕЦ Маркоза! Маркоза, остановись на минутку. Остановись! Хочу тебе что-то сказать. Нашёл время для разговоров. КОНЕЦ Маркоза! Чего ещё? Ну ты можешь выслушать? Зачем остановился? Подожди, я хочу что-то сказать. Зависок наверх там поговорим. Стой, все, седьмой этаж. Все анекдоты о рачинцах высмеивают их тугодумие и медлительность, но мы сами с этим не согласны, да, да, мы рачинцы с этим абсолютно не согласны. И для того, чтобы доказать, что это не так, рачинцы выставили против многократного чемпиона Грузии нескольких олимпийских игр по марафонскому бегу Абибо Сербеладзе, что в переводе Абибо Бегунов, своего фаворита, члена сборной команды пищевик Амбрулаурского района, шеф-повара первого разряда Апрасиона Рачвелишвили, в переводе Апрасиона сына рачинца. Мы присутствуем на старте супермарафона века, который начинается у нас, врачи, в городе ОНИ. На старт! Приготовились! Внимание! Чего ждешь? Внимание! Счастливай! Не подкачай! До свидания, дорогой! Будь здоров! Зря мы все это затеяли, не наше дело соревнования по бегу. Интересно, почему это не наше? Стойте, куда вы так выжите? Не видишь, всегда на мигоне. Вот смотри. У вас вон сколько их жил, только двое. Мы не знаем, кто им нужен. Вы, наверное, думаете, что они испугались. Вовсе нет. Они просто не знают, за кем именно из них идет погоня. Иначе бы тот, кого преследуют, остановился и выяснил отношения. Как, например, когда-то поступил дедушка Маркоза, тоже Маркоз. Вовсе нет. Вовсе нет. Вовсе нет. Вовсе нет. Иомалий. Вовсе нет. Такая, хорошо financial caso. Убирайся по-добру, по-здорову и никому ни слова, а то голову отрежу! Разбойнички, дорогие мои, будьте людьми, не позорьте, как я появлюсь на селе ограбленный. Прострелите мне чоку, тогда хоть я скажу, что как мог сопротивлялся. И мне не так стыдно, и вас еще больше будут бояться. Ну, кто первый? Стреляй! 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 Спасибо! Давай теперь ты! Стреляй! Вас просит! Теперь в эту сторону! Хватит, болван! Зарядить надо! А долго заряжать? Долго, долго! Убирайся! Ну раз, долго! Руку отпусти! Больно, больно, осел! Хе-хе-хе-хе! Вот видите, смелости и находчивости Кротинцу не занимать Но пора уже вернуться к нашему репортажу С момента старта прошло два дня Через несколько часов появился апросион Радж Валишвили Субтитры создавал DimaTorzok Как похож ритм его бега на ту песню, которую мы с вами уже слышали Хор Радж Валишвили Продолжает петь Опять те же таинственные, многозначительные слова Церетели завещал нам Субтитры создавал DimaTorzok Позвольте небольшой экскурс к кулинарию Общеизвестно, что непревзойденные кулинары, повара, пекарь и кондитеры именно ротинцы Раньше все ротинцы работали только в ресторанах первого класса И сегодня работниками питания являются преимущественно ротинцы Я попросил бы жалобную книгу А в чем дело, дорогой? Зачем она тебе? Вчера я у вас ел котлеты Ну и хорошо, что ел. На здоровье Какое там здоровье? И своими котлетами меня чуть насмерть не отравили Давайте сюда жалобную книгу я запишу, что вы людей тухлым мясом кормите Ты что, не работал, что ли, здесь? Когда это в наших котлетах было мясо? Совсем забыл Маркос, что ты станешь делать, если в лесу вдруг меджуэть обстретишь? Белого или бурого? Бурого Ну, выстрелив в него из ружья Из какого ружья? Из охотничего, из толки А если не будет, ружья? Если не будет, топором ударю И топора не будет Топора не будет? Проткну его вилами И вил тоже не будет тогда? Тогда Выхвачу кинжал и прямо в сердце А ты кинжал дома забыл? Дома забыл? Не взял с собой? Нет Тогда я убегу, что в ней остается? А он догонит А я на дерево влезу А ни одного дерева поблизости нету Какой это лес и с ливнем деревьев нет А ты представь себе, такой лес, в котором нет дерева Я что-то не понимаю Увечи, друзья мои, или медведи? Добро пожаловать Плесни мне стакан Молока Бегурчика Ла-ла-ла-ла! Романос, что я видел? Слушай, только что какой-то человек выпил стакан молока и закусил солёным огурцом. Нет, такого не бывает. Не правда ли, невероятный случай. Но в жизни ещё и не то происходит. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ах да, где сумел наш апрасьон познакомиться с прекрасной де спине? И не только познакомиться, но и жениться на ней. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, загадка. Поздравляю. Молодец, апрасьон, ничего не скажешь. Молодец. Хотя он и отстал уже. Где наш олимпийский чемпион? Молодец. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что ж. Я думаю, Абебёс Сербеладзе заслужил этот незапланированный отдых. Ведь он обогнал апрасьона уже на... Московское время 10 часов. Мои часы стали работать по-ратейски. Врачи время имеет большое значение. В этом вы сейчас убедитесь. Здравствуйте, Вегенди. Здравствуй. Почему на работу опоздал? У меня будильник испортился. Ну да. Осторожней. Видишь? Что это с ним? А чёрт его знает, не ходят и всё. Давно? Нет. Два года, наверное, будет. Чего же ты тянешь? Отнеси мастеру, сделает. Буду ещё я рисковать, чтобы он мне его совсем догонал. Вегенди, а сколько времени? Сейчас? Нет, завтра. Надо взглянуть. Сейчас. Без четверти. Ага. Чего без четверти? Куда ти смотришь? У тебя же маленькой стрелки нету. Нету. Ну и что? тупина. Тупина. Моркоз! Ты не скажешь, который час? Тебе не все равно. Садись. Что ты здесь делаешь, Моркоз? Яму рою. А землю куда бросаешь? Куда тут бросишь? К реке ношу. О, как далеко. А что поделаешь? А ты попробуй вторую яму здесь верить. И эту землю туда. Чего удивился? Очень полезный деловой совет. Люди обязаны друг другу помогать. Делиться жизненным опытом. Поэтому родинец, как и каждый уважающий себя человек, тоже любит давать советы и получать своего ближнего. Делиться жизненным опытом. Помощь, напомощь, спасите меня, за чем я суда забрался. Паматуйте, спасите, спасите, моли мэй, спасите. Снимите меня, дадим Бога, снимите меня, кто там, а, снимите меня, куда прыгать, как прыгать, боюсь, боюсь, боюсь. Крыгай, я лестницу принес, лестницу, а зачем мне лестница, она все равно до меня не достанет. Спуститься не может? Не может. Принеси веревку. Веревку? Да. Забрасывай наверх. А зачем забрасывать? Вот ты, черт. А как ты его снимать собираешься? Кидай! Не привязывай к дереву, не привязывай, намотай на руку. Хорошо, я сейчас намотаю на руку, вот так. Возьми веревку и держи ее покрепче, а ты будешь тянуть. Подожди, Маркоз, не дергай, я еще хорошо не намотал на руку. Вот сейчас тяни. Раз, раз, раз. Подожди, подожди, что ты делаешь? Мамочка, что вы, братцы, с ума сошли? Зачем веревку принес? Ну, не знаю. Два дня назад мы точно так веревкой Мурмана из колодца вытащили. А? А тем временем Абибос Ирбеладзе продолжает свой триумфальный бег. И мы уже рукоплескали жители мирных городов всех пяти континентов. Абибос Ирбеладзе продолжает. Здравствуйте! Здравствуйте! Как, откуда, когда не успели? Глазам не верю. Ведь Афрассион и Деспине ни на секунду не прекращали свой бег к заветному финишу. И сейчас в супермарафоне века участвует уже целая семья. Тройка Рачвелешвили. Поехали. Они уже приближаются к большим промышленным городам. Однажды родственники приехали в город на свадьбу своего родственника. Ну что, пошли. Стойте. А куда мы направляемся? Как, куда? На свадьбу мини-гордезьяни. Тогда пошли. 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 Пошли, но... Куда пошли? Кто-нибудь из вас его адрес знает? Да, адрес. А ты знаешь? Я не знаю. А ты? А ты? Не знаю. Может, ты? Деревня наверняка кто-нибудь знает. Эти слова прозвучали как откровение. Ребенок это дело говорит. Правильно. Но как мы узнаем этот адрес? Надо телеграмму послать в деревню. Здравствуйте. Добрый день. Рача. Деревня Чиора. Чемалу Гагницы. Телеграфируй, знаешь ли, где проживает наш мини-гордезьяни в городе. Сообщи по адресу Тбилиси. Почтамт при вокзальной площади до востребования. По поручению односельчан твой и твой родный брат Пикенти. Конец. Это надо написать. Вот. Время шло. Как всем известно. Растения, микроорганизмы. И тем более люди обладают великим свойством ассимиляции. Постепенно родственцы привыкли. И через пару часов их можно было увидеть в разных уголках площади. Пéroорганизмы. Растения. Троллейбус. Почему? Он же привязан, и то, как бегает. А если его отвязать, улетит, наверное. Вы не подскажете, какой троллейбус едет в Сабурталу? 12-й. Спасибо. Спасибо за это. Что вы ждете? Троллейбуса. Вы же сказали, 12-й. Прошло только 6-й. Да. Гражданин, чего вы ждете? Троллейбуса. Вы же сказали, 12-й. Прошло только 6-й. Седьмой. Ясно. Восьмой. Наступил вечер, и, наконец, пришел ответ. Из Рати. Маркоза. На. Маркоза. Ответ из деревни. Да. Министерство связи СССР. Телеграмма. Куда, кому. Белисси, вокзал. Почтам то востребование. Пикент и укагницы. Это тебе. Да. На ваш вопрос, знаю ли я, где проживает Мина Гордезьяни, отвечаю, да, знаю. По поручению односельчан Джемал Гагнитзе. Ну что ж, пошли. Пошли. Земляки. Позвольте поинтересоваться. А по какому адресу вы направляетесь, знаете? Чем Алгагнитзе знает. Деревня. С начала старта прошло несколько лет и два месяца. Позможин. Конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должен заметить, рачинцы умеют не только быстро бегать, но и путешествовать. Я расскажу несколько историй о приключениях рачинцев на железной дороге. Приветствую вас. Здравствуйте. 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 Добрый день. Здравствуй. Далеко ли путь держите? Мурманск, уважаемый. А вы? В Твериси. А что? Хотите что-нибудь? Не совершенно в другую сторону. Я в Харков командировку. Не понимаю. Как странно. Верхняя полка едет в Мурманск. Нижняя в Твериси. А это вообще в Харков. Чувствуешь, да чё техника дошла, а? С ума сойти. А вы сами куда? Братчо. 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 А здесь? Братчо. А? Да и весь вагон был пустой. Смешная история? Совсем нет, уверяю вас. Вдруг бы он занял чужое место, а ночью бы его оттуда попросили. Подумайте. Вы пока думайте, а я вернусь к нашему репортажу. Наш чемпион бежит сейчас по двадцатой параллели. Пустыня Сахара. Условия для марафона трудные, сверхтрудные. Ни клочка тени, ни глотка воды. Не то, что у нас врачи. Вспомните, сколько воды там. На любой вкус. Речная, родниковая, минеральная. Выбирай, какую хочешь. Поэтому наши женщины говорят, тяжкие минуты. Что делать? Куда пойти? Где утопиться? Воды так много, что трудно сделать выбор. Что это? Что за топот? Караван верблюдов или стадо слонов движется? Чемпиону трудно. Чемпион слышит неумолимые шаги настигающего соперника. Кто же победит? Вдруг на этот счет возникли сомнения? Сербеладзе или опросён с семьёй? Рач-Валешвили или Сербеладзе? На эту тему можно поспорить. А рачинцы, должен заметить, умеют и очень любят спорить. Здравствуйте, Романос. Здравствуй, друг. Давай друг другу загадки загадывать. Кто не отгадает, платит. Нет, не хочу. Почему? Ты меня обиграешь. Твой рубль, мой червонец. Тогда давай. Отгадай. Чёрный при чёрный в лес залетел кто? В лес, да? Да. Это же буйвол в случае чёрный. Ты проиграл, проиграл. Этот рост. Буйволы не летают. Комни, рубль. Ну, вот я же говорил, обиграешь. А теперь твоя очередь. Так, на стену тремя ногами поднялся, обратно четырьмя спустился. Что по-двоему это значит? На трёх поднялся, а на четырёх спустился? Да. Как это может быть? Откуда взялась четвёртая нога? А ты догадайся. Четвёртая... А, я это знаю. Нет. Нет? Ладно. Ты, кукол. Ну, вот трёх поднялся. Живёт. Ну, ты, кукол. Да, ты, кукол. Я шёл. А, голова с чего трёхнет? Я сдаюсь. На, держи десять рублей и говори откатку. Что это, ну? Восьмий рубль. Ты выиграл. Я сам не могу откатать, что это такое. Как так? До финиша два километра. Как сумел опрессион создать семью, сохранить здоровье, бодрость, распределить силы в супермарафоне века? В чем тут секрет? Спросим его самого. Дайте спилот обижать. Ну, я не удивляюсь такому ответу. Помимо целеустремленности, воли к победе, выносливости, ротинцам присуща и осторожность. Как вкусно пахнет. Грибы. Да, грибы. Пища богов. А ты уже ел? Нет. Вот сперва сам и попробуй. Я рисковать не буду. Правильно. Что правильно? Все-таки грибы. Мало ли что. Привет. Может, сначала ей дадим? Бикент и отнеси. Иди за ней. Проследи, не подохнет ли. Туда. Туда. Все-таки, 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 все-таки. Тут Маркоз не выдержал и... Что будет, то и будет. Черт с ним. Девчонки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...